Доброе утро! Утро нового дня уже началось. Мы приветствуем вас с удовольствием. Сегодня среда и сегодня уже середина рабочей недели, которую мы так долго ждали. Наконец-то наступила прям середина и уже скоро можно будет встречать пятницу и выходные, конечно же, которых мы все ждем с нетерпением. Ну а сегодня у нас 13 число, среда, не пятница, хотя среда это ведь маленькая пятница. Я вот не знаю, почему-то всегда все говорят, что среда маленькая пятница, за четверг маленькая пятница. Давайте все-таки будем ждать пятницу в пятницу, я думаю, это будет правильнее всего. Значит, среда это огромная среда, а маленькая выбирайте уже, что желаете. Друзья мои, ну а мы начинаем эфир традиционно с самых актуальных, самых важных, самых интригующих новостей, которые на данную минуту у нас копились, и Алиса готова их прямо сейчас вам рассказать. Да, проблема в том, что на самом-то деле оказывается, что Крым такой же регион, как и все остальные, и тут есть мошенники, для которых нет ничего святого. Спекуляция на чувствах верующих. В интернете появилось обращение с просьбой о пожертвовании средств на преоблачение мощей святителя Луки, якобы за подписью митрополита Лазаря. После опровержения, размещенного на сайте епархии, запись моментально удалили. Но церковь призывает прихожан быть бдительнее и не попадаться на уловки мошенников. Подробности в материале Алексея Щербака. Имя святителя Луки хорошо известно и на полуострове, и за пределами Крыма. Ильдар Халиулин специально прилетел из Уфы, чтобы поклониться его мощам, которые находятся в Свято-Троицком соборе Симферополя. Мы прилетели, долгий путь, это 6 часов лететь, двумя пересадками, но мы приехали, мы попали. Нет, конечно, очередей, как в Москве к Матроне, но мы очень рады. То есть, зайдя туда, я почувствовал, что мне стало легче. Как сообщили в епархии, обращение о сборе средств поступило на электронную почту Храма Христа Спасителя в Москве и частным лицам. Пришлось незамедлительно давать опровержение. Переоблачение мощей святителя Луки действительно происходит несколько раз в год. Но никогда церковь не собирала на это деньги. Все необходимое в Свято-Троицком соборе имеется. В первую очередь, мошенников выдал текст письма, комментируют в епархии. Даже подпись была неправильной. Не митрополит, а архиепископ Лазарь. Это люди, стоящие далеко, пребывающие далеко от культуры православия, от церковного понятия этикета. Так, например, наперстный крест почему-то называется наперсточным. Сразу понятна истинная профессия, очевидно, тех людей, которые таким образом обманывают других. Прихожане Свято-Троицкого собора к мошенникам отнеслись по-христиански. Большинство руководствуются принципом «не судите, да не судимы будете». В этом нет ничего удивительного. Люди спекулируют. Много объявлений про больных детей, в интернете просят пожертвовать деньги. Но, к сожалению, есть такие люди, для которых нет ничего святого. Дело каждого человека не могу не осуждать. Если человек внутри так понимает, что он может идти на такие поступки, как бы бог-судья. Симферопольская и Крымская епархия просят прихожан проявлять духовную бдительность. А самих интернет-мошенников, решивших сыграть на чувствах верующих, призывает к покаянию. Алексей Щербак, Олег Черемисин, Новости 24. В этом году в Крыму готовятся собрать миллион тонн зерна. Аграрии начали засевать поля полуострова зерновыми и зернобобовыми культурами. Для этого в республике выделили почти 500 тысяч гектаров земли. На полях побывал наш корреспондент Елена Байрамова. Хороший урожай зависит от погоды, почвы и любви к земле. В этом уверен Владимир Свинарчук из села Первомайское Симферопольского района. Он пошел по стопам родителей. Трудится агрономом уже 15 лет. Контролирует процесс подготовки и засева от А до Я. На данный момент мы сейчас сеем яровой ячмень. Поле это 68 гектар. Сегодня у нас первый день пассивной кампании. Почва подсохла. Я думаю, что 3-4 дня мы 300 гектар посеем. Пассивная кампания началась на месяц раньше обычного. Погода позволяет. На поля рабочие выходят в 6 утра. В прошлом году из-за засухи пострадал урожай. Теперь аграрии делают все, чтобы избежать потерь. Увеличили озимые посевы в два раза больше. В прошлом году было у нас 2-300-2-400 озимых. В этом году около 5 тысяч. Основную закладку сделали на озимых. Поэтому для севоборота нужны все культуры. Вот мы увеличили в этом году добавили лен. Крым на 100% обеспечен сельхозтехникой для обработки полей. Это современная селка. Ширина ее захвата 9 метров. Объем бункера больше 4 тонн. За один проход засеваются одновременно и семена, и удобрения, которые тут же прикатываются. И все это в одном комплексе. В селе Зерновое Сакского района за несколько дней уже засеяли 200 гектаров яровых культур и 100 кориандра. Почву перед началом работ тщательно готовят. Поле должно быть ровным, поэтому тут сделали баранование. И вот ведем вторую культивацию. Начинаем сеять овес на зеленый корм. Будет всеваться сюда экспорцет, который будет уже урожай на следующий год давать. Потом еще останется 200 гектаров чечевицы. Работы активно идут и в северной части полуострова. В Красноперекопском, Раздольнинском и Первомайском районах. Министерство сельского хозяйства Крыма поддерживает аграрии и сельхозпроизводителей полуострова. Сотни миллионов рублей ежегодно выделяют на развитие этой отрасли. Площадь посевов постоянно растет. Вообще мы под Азим и Сев засеяли 469 тысяч гектар полевыми культурами. И на сегодняшний день проведена подкормка на площади свыше 30 тысяч гектаров. На сегодняшний день состояние посевов очень хорошее. 85 процентов оценивается как хорошее удовлетворительное. Поэтому виды на урожай на сегодняшний момент прекрасны. Ну, смело можно говорить об урожая свыше миллиона тонн зерновых культур. Если погода будет благоприятной, первые всходы можно будет увидеть уже через несколько недель. Елена Байрамова, Андрей Заричный, Новости 24. Вакансия предприниматель. Больше 400 крымчан открыли свое дело при поддержке центров занятости в 2018 году. Начинающие бизнесмены прошли обучение, получили пособие, стартовый капитал из бюджета и начали работать на себя. Елена Носкова расскажет историю успеха. Логопед-дефектолог Екатерина Павлова не ожидала, что в центре занятости найдет идеальную работу по специальности. Услышав о возможности стать бизнесвумен, специалист отправилась на консультацию. Недельные курсы в Симферополе и время действовать наступило. Мне выдали сертификат о том, что я являюсь ИП. И далее объяснили, что мне нужно сделать, всю стратегию плановую. И все, я открыла в налоговой свой индивидуальный номер. И постепенно начала работать. В 2018 году потенциальные бизнесмены рассчитывали на 100 тысяч рублей стартового капитала. Все расходы и план действий согласовывали в центре занятости. Больше 400 крымчан в 2018 году получили пособие на открытие собственного дела. Большинство выбрали сферу услуг и торговлю. Как Сергей Анисимов, который открыл магазин в 60 лет. Начинал со скромного ассортимента. За год дело расширилось. Появились новые товары и проверенные поставщики. Делал опрос покупателей, что бы в этом магазине вы хотели видеть, что бы в этом магазине вы хотели, чтобы изменилось. Я сам доказал себе и доказал всем, что на сегодняшний день возраст не играет роли. Было бы желание. Главное желание и грамотная стратегия. Иначе в помощи могут отказать. Серьезные проверки идут на стадии выдачи стартового капитала из государственного бюджета. Это не та процедура, когда безработный, получив статус, может просто сказать, я хочу получить финансовую поддержку. Он должен разработать свой бизнес-план, пройти обучение, защитить свой бизнес-план с тем, чтобы понять, что его дело, то, о чем вы говорили, что он не получит в ноль и скажет, извините, не получилось. В этом году сумма пособия выросла до 160 тысяч рублей. По прогнозам Министерства труда и социальной защиты Крыма, желающих стать предпринимателями, в этом году станет больше. Елена Носкова, Иван Евдокимов, Новости 24. А еще хотим вам скорее напомнить или рассказать о том, что сегодня День Радио, и у нас есть уникальная возможность поздравить всех причастных к этой интересной и удивительной профессии. Да, прямо сейчас мы пробуем связаться с Радио Крым. Доброе утро, друзья, слышите ли вы нас? Доброе утро, коллеги, радио и телеведущие, и вы. Ну, поздравляем вам в первую очередь с Днем Радио. Хороших вам эфиров. Да. Четко вы говорили слов. Сегодня, да, можно сказать, профессиональный праздник. Итак, рассказывайте, в свой профессиональный праздник, какая же тема у вас эфира? Ну, тема эфира волнующая всех. Прошиточный минимум. Говорим о нем, как он рассчитывается и почему такой маленький. Вот скажи, сколько тебе минимум надо, чтобы прожить? Ой, Алиса, рассказывай. Нет, я хочу как-то очень корректно уйти от этой темы, а скажите лучше, почему он такой маленький? Вот меня этот вопрос больше интересует. Есть в двух словах какое-то объяснение? Жизнь такая. Отличное объяснение. Два слова. Вы сами просили. Да, задачу поставили, задача выполнена. Спасибо огромное. Ну, еще раз поздравляем вас с этим профессиональным праздником. И надеемся, что действительно эфиры будут у вас постоянно удачные. Хороших гостей, интересных тем, и чтобы все было замечательно. Спасибо огромное. Спасибо, и вам хорошего эфира. Спасибо. Друзья, включайте Радио Море, если вы только выходите из дома. Там, как всегда, очень интересно. И вот что касается прожиточного мира. И Радио Точка, и все наши радиостанции, они работают для того, чтобы вы проводили свое время с пользой. Для того, чтобы вы, например, ехали в транспорте и получали новую информацию. Думаю, вам это пригодится. И пригодится вам прогноз погоды. На сегодняшний день прямо сейчас его и посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы видим сейчас на полуострове достаточно тепло, учитывая то, что сейчас середина февраля. А вот как раз-таки в Петербурге, где в эту зиму было аномально холодно и выпало огромное количество осадков в виде снега, там начались проблемы, потому что сейчас начало все таять. И это повредило крыши музея русского, в котором находятся удивительные предметы искусства. И так, например, протекла крыша, как я уже сказала, и пострадала икона чудеса Богородицы и портрет Александра Второго. Но сотрудники музея говорят, что они срочно переместили эти картины в укромное место, куда бы не достало их сырости влага, что картинам ничего не угрожает, потому что реставраторы защитили их любыми способами. И скоро пострадавшая икона будет представлена на выставке «Осень русского средневековья». Ну, мне кажется, действительно, такой великий музей и протекла крыша, это как минимум неправильно. Поэтому, я думаю, совсем скоро все исправят. Ну, а наш эфир продолжается, и прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет Юлии Орлова. Через несколько секунд давайте начинать. На торжества в семинарском храме трех святителей в День их памяти традиционно собираются не только педагоги и учащиеся Таврической духовной семинарии. Еще раз прикоснуться к блистательному наследию светильников мудрости, веры и благочестия, так еще называют вселенских учителей, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Анна Златоуста, живших в IV-V веках от Рождества Христова. Очень важно, чтобы семинаристы ощущали эту великую преемственность поколения, ощущали это великое наследие. Потому что семинарии – это не просто учебное заведение, где готовят будущих пастырей православной церкви. Это просветительский духовный центр, который несет свет Христового учения в мир. Возрожденная много лет назад Таврическая духовная семинария в историческом здании распахнула свои двери впервые при святителе Гурии, архиепископе Таврическом, подлинном наследнике трех вселенских учителей. Это люди большой и длинной воли, это люди большого и длинного ума, это люди, которые, вобрав в себя всю античную ученость в свете евангельской правды, преломили своей жизнью священную традицию, и настолько ее преломили, и умножили, и сделали более глубокой, что мы питаемся из незамутненных колодцев и их премудрости по сегодняшний день. Семинаристы поздравили с праздником ректора семинария митрополита Симферопольского и Крымского лазаря. Дорогой владыка, мы видим вашу архипастерскую поддержку, помощь и любовь каждому из нас. И от лица всех учащихся Таврической духовной семинарии, хотим пожелать вам, чтобы ваша духовная мудрость, жизненный опыт способствовали внутреннему единству и духовному единству всего общества нашего, чтобы ничто никогда не смогло омрачить вашу светлую и жизнеукрепляющую силу, дабы Таврическая семинария наша стала воистину тем евангельским градом, стоящим наверху горы, от пламени веры, которой выжигались бы новые сердца. Владыка Лазарь был искренне тронут теплыми словами своих воспитанников и векарного епископа Владыки Ялтинского Нестора. Вас благодарю за столь обстоятельный экскурс в прошлое и настоящее. И дай Бог вам жить мудростью в церкви Христовой, не болеть. И Бог вам поможет. Прости Господи Владыка. В день семинариста лекций не будет, чему молодые люди, как и всякие студенты, очень рады. Совсем недавно, а именно вчера, наш корреспондент Артем нашел дерево, которое спилили, но не убрали. Так вот, это вызвало море нареканий у жителей, но на самом деле, оказывается, работники муниципального бюджетного учреждения, они только вчера должны были приступить к уборке насаждений. Посмотри, какое совпадение. Просто, видимо, заранее теперь должны будут вывезти, потому что уже около 400 кустарников и 40 деревьев ликвидированы. Да, ликвидированы? Убраны. Спилены и убраны. Которые в аварийных состояниях, которые мешали людям, которые могли внезапно навредить и людям, и проводам, и прочим. Еще в планах 2000 насаждений обрезать и привести в должный вид. Будем надеяться и верить, что летом уже все будет зеленым, красивым, обрезанным, и очень иметь ухоженный и аккуратный вид. Ну, знаете, что наши телеканалы пристально следят за всем, что происходит на полуострове. В частности, вот открою тайну, что сегодня будет происходить. Сегодня связь будет потихоньку улучшаться, потому что будут открыты базовые станции подвижной радиотелефонной связи. Где? В городском округе Алушты. Это в районе поселка Малый Маяк. Вот несколько станций. Грубо говоря, если вы едете из Симферополя в Алушту, вдоль дороги несколько вышек видно, что уже поставили. Вот одни сегодня будут открываться. И что самое важное, наши корреспонденты будут там и расскажут обязательно об этом. Но все это будет немного позже. Ну, а что же еще? День грядущий нам готовят. Какие знаменательные события, праздники, прямо сейчас и узнаем. В 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. Это третья железная дорога в Российской империи, которая получила название Николаевская и была протяженностью 645 километров. По легенде, железнодорожное сообщение было нарисовано императором по линейке, но рука дрогнула и получился изгиб. Конструкторы приняли оплошность за продуманную деталь и повторили ее на практике. В 1873 году родился русский оперный певец Федор Шаляпин. Он соединил в своем творчестве удивительную музыкальность, яркие вокальные данные и актерское мастерство. Это первый народный артист России, солист Большого и Мариинского театров. Среди самых известных ролей — Мефистофель в паусте и Сусанин в жизни за царя. Свои партии певец записывал на пластинки на русском и итальянском языках. Также сегодня день рождения кинокамеры. 13 февраля 1895 года братья Люмьер получили патентное изобретение, которое потом получило название «Синематограф». По легенде, Луи Люмьер изобрел уникальное устройство — борясь с бессонницей. Уже в декабре этого же года весь мир увидел прибытие поезда на вокзал Льясьйота. В этот день, в 1940 году, Михаил Булгаков дописал роман «Мастер и Маргарита». Определяясь названием книги, автор рассматривал несколько вариантов — «Черный маг», «Жонглер с копытом», «Сын гибели» или «Гастроль Воланда». Когда Булгаков заболел, правки в текст носила третья жена писателя Елена. По ее словам, умирая, автор на смертном поприще говорил, что после этого произведения он не мог бы написать ничего другого. В 1963 году в Ленинграде был арестован обладатель Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский. Поэта обвинили в тунеядстве и приговорили к пятилетней ссылке. Тогда за молодого автора вступились Ахматова, Маршак, Чуковский, Шостакович и другие деятели культуры. Уже в 1965-м литератор вернулся из ссылки. В 1972-м Бродского вынудили уехать из страны, после чего он уже больше никогда не смог попасть на родину. Сегодня Всемирный день радио. Появился этот праздник в 2012-м году. Радиовещание – наиболее эффективный способ информирования населения, когда отсутствует электричество, интернет и телефон. Каждый год Всемирный день радио проходит под определенным девизом. И в этот раз он звучит как «Диалог, терпимость и мир». День радио – это дело хорошее, но все-таки нам стоит узнать, какие же цены на топливо на сегодняшний день у нас на полуострове. И об этом прямо сейчас. Газ стоит 28 рублей 19 копеек. Дизельное топливо – 51 рубль 27 копеек. 92-й бензин – 47 рублей 17 копеек. 95-й бензин – 50 рублей 21 копеек. А вот 98-й бензин – 56 рублей 59 копеек. Вчера прошли матчи Лиги Чемпионов. Еще немного о цифрах мужских. Уж мы о бензине, поскольку начали говорить. Матчи Лиги Чемпионов. Манчестер – ПСЖ – 0-2. Рома – Порто – 2-1. Так вот, футбол и финансы, мне кажется, это вещи неотъемлемые. И как раз-таки доллар стоит на сегодняшний день. 65 рублей 71 копеек, а евро – 74 рубля 14 копеек. Доллар растет, евро падает. Как-то нестабильная валюта, но я так понимаю, все-таки это не рубль виноват. Это именно вот эти вот доллар, евро и остальные валюты. Поэтому с рублем у нас все хорошо, и это означает, что мы продолжаем. Это мы продолжаем, потому что от чисто мужских тем – это деньги, топливо и футбол – мы перейдем к чисто женским. Хотя не чисто женским, хотя очень хотелось бы, чтобы это была какая-то женская парафия, но мужчины и там присутствуют, и прекрасные актеры существуют, режиссеры и другие деятели искусства. Но давайте все равно сходим в театр, узнаем, какие же там происходят события. И да. В театре имени Горького премьера на сцене зрители увидят постановку «Жажда экстрима» – астросоциальный спектакль от драматурга Анатолия Крыма. Главный герой – мэр, который добился неограниченной власти, но его подчиненных не устраивает такое положение вещей. Поэтому они преподносят ему неожиданный сюрприз – поездку в местную тюрьму. После этого и выясняется, что за безупречная репутация главных героев много криминальных тайн, которые лучше не знать. Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут. Начало в 19.00. На камерной сцене театра имени Горького также в 19.00 комедия «Кавалеры». История о мужчине и женщине, которым суждено быть вместе, но судьба постоянно ставит между ними преграды в виде недоразумений, неловких совпадений и казусов. «Надежда на любовь» – главный двигатель всего спектакля. Постановка основана на произведении «Стихийное обедствие» и уже собрала много положительных отзывов. В кинотеатрах сегодня вас ожидает новый фильм оригинального греческого режиссера Йорга Салантимаса «Фаворитка». Действие разворачивается в XVIII веке во время войны Англии с Францией. Трон занимает королева Анна, но фактически руководит страной ее близкая подруга Леди Сара. До тех пор, пока на арене не появляется служанка Эбигейл, которая неожиданным образом становится серым кардиналом. Дворцовые интриги, отсутствие моральных принципов и барочная музыка передадут атмосферу этого столетия. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. 7 февраля в кинотеатрах фильм «Как я стал русским». Китайский парень Пен отправляется в Москву. Именно там живет его возлюбленная Ира, как и ее отец, который совсем не намерен отдавать дочь в руки первовстречного. Добрая, слегка романтичная комедийная картина русско-китайского производства отлично подойдет для семейного просмотра. Фильм идет в кинотеатрах в течение всего дня. Вот бывает такое, сначала готовишься, рассказываешь афишу, а потом забываешь русский язык вдруг внезапно. Ничего страшного, это хорошо. Главное, чтобы свет не отключили. А между прочим, свет отключат в Симферополе, где на улице Лизы Чайкина и дома 3,5 и садовое товарищество. Вот очень хочется назвать. Бодрость, водник, изыскатель, садовод, ягодка, автобусник, пчелка, автомобилист и полет. Друзья, знайте, что сегодня свет там может не быть. А такие названия хорошие. Они, наверное, думают, что там и так люди позитивные, хорошо живут, что зачем им свет. Надеюсь, что это только мы придумываем сейчас, а на самом деле это просто какие-то необходимые меры. Да, действительно, ну просто ремонт Кроменерго делает плановый, поэтому, наоборот, хорошо. Ну а что садовое товарищество? Сейчас же там никого не должно быть, поскольку зима все-таки на дворе, и мне кажется, в этот период как раз-таки необходимо... Дело в том, что собираются скоро отменить такое понятие, как садовый участок и дача. То есть там будут здания, которые можно будет считать жилыми, в которых можно будет прописываться, и которых можно будет оформлять как жилое помещение. Поэтому не факт, что там никто сейчас не находится. Ну а сейчас самое время узнать о новостях из интернета, которые подготовил для нас Артем. Ежедневно в мире происходят сотни событий. О самых интересных мы расскажем вам прямо сейчас. Тяжелый труд всегда имеет свои последствия. Один из пользователей сети запечатлил потрясающую воображение картину. На видео пот буквально испаряется с лошади, отдыхающей после тяжелого рабочего дня. Интересно, чем занималось животное. В любом случае, вид у зверя фантастический. Особенно впечатляет пар из ноздрей. Надеемся, скакуну дали отдохнуть. А труды, навыки героев следующего видео вызывают уважение. Команда техобслуживания на пидстопе должна поменять колеса автомобилю как можно быстрее. Но скорость этих ребят просто поражает. На первичное техобслуживание и замену четырех колес у них уходит всего пара секунд. В замедленные съемки этот процесс впечатляет еще больше. Каждый участник действует максимально слаженно, формируя точный, как швейцарские часы, механизм. Гонки гонками, а безопасность на дороге превыше всего. Маленькая авария может привести к большим последствиям. Особенно, если речь идет о большегрузе. Во время маневра пикап врезался в бок грузового автомобиля. Водитель не справился с управлением и многотонную машину вынесло на встречную полосу. А дальше дело за законами физики. В итоге пострадало минимум четыре автомобиля. Будьте бдительнее за рулем. Бдительность и внимание не помешали бы и герою следующего видео. Хотя, возможно, это и вопрос техники. Юный бейсболист тренируется со специальным приспособлением. Казалось бы, все работает исправно. Но в один момент что-то пошло не так. Пользователи сети утешают героя. Мол, страдания – это путь к совершенству. Пожелаем удачи начинающему спортсмену. А вот ловкость полезна не только для спортсменов. Порой умение вовремя отпрыгнуть или сделать шаг назад может спасти вам жизнь. В Иране так и случилось. На видео попали кадры обрушения стены. Причиной обвала послужили некачественные материалы, на которых сэкономил застройщик. К счастью, никто не пострадал. Повредило лишь припаркованный и проезжающий мимо автомобиля. Вторую популярность сети получила следующее видео. Никогда не стоит лезть на рожон. Особенно, если перед вами полицейский в специальной экипировке. Но героя этого ролика это совсем не остановило. Молодой человек возмущенно толкнул представителя власти, на что тот, не задумываясь, выстрелил в ответ из травматического оружия. Непонятно, чего хотел добиться бунтарь. Но одно можно сказать точно – ожидания не оправдались. Как видно, герой цел и стоит на ногах. В любом случае, урок получен. Щедрость – это благодетель. Милое и доброе видео напоследок. Четвероногий герой ролика наслаждался своей закуской, в то время как его приятель сидел голодным. Делать нечего, пришлось делиться. Если друг слишком стеснительный, можно и поднадавить. Будьте добрее друг к другу. Это были самые актуальные события из сети. Оставайтесь на связи. Как мы и говорили, что сегодня день радио, поэтому, естественно, что мы пригласили в студию нашего коллегу. У нас в гостях Николай Куцев. Это главный редактор Крымской службы новостей. Николай, доброе утро. Мы тебя поздравляем, как человека непосредственно причастному к радиоэфиру. Привет, ребят. Спасибо большое за поздравление. Вы первые, кто меня сегодня поздравил. Это нам повезло, потому что мы просыпаемся рано. Кто рано встает, тому Бог дает как минимум поздравить. Можно первыми. Итак, еще раз поздравляем. Я подготовился к эфиру, сразу же говорю, и решил проверить. Вот вбил в интернете мифы о радиоведущих. И хотел бы сразу спросить. Итак, вот некоторые мифы. Радиоведущие читают по бумажке. Миф это или правда? Это зависит от формата программы. Если это новости, то новости, к примеру, читаются по бумажке. Если же это прямой эфир, линейный эфир, либо интервью, то там исключено. Сразу слышно, в принципе, когда интервью ведется по бумажке, либо когда гость отвечает по бумажке. Поэтому мы перед входом в студию стараемся у гостей, в частности у чиновников, либо у людей науки, забирать бумажки по возможности. Потому что слушатели это в основном улавливают. То есть, например, бывает такое, что люди говорят, нет, мы хотим ее оставить, нам она необходима. Не то, что бывает. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Но сейчас вот у нас такой курс, чтобы исключить вот это явление, бумажки, читание с них в эфире. Да, мы стараемся от этого избавиться. Но этот миф существует. Ты абсолютно прав. Надо просто шредер ставить на входе и сразу уничтожать это все. Далее, следующий миф. Радиоведущие мало работают. Вот у нас три радиостанции. Действительно, мало ли работают у нас радиоведущие? Ну, работу ведущего можно сравнить с разными специальностями. Я не могу сказать, что ведущие мало работают. И естественно, что один ведущий не может целый день сидеть у пульта и целый день своим голосом рассказывать новости, либо вести эфиры. Естественно, ведущие сменяются, но тем не менее график у них сложный. Я могу вспомнить времена, когда приходилось и ночью выходить в эфир. Это было, в принципе, не так давно, когда любая появляется такая сверхновость, как в прошлом году у нас были несколько трагических событий. Естественно, приходилось выходить и по ночам, и никакой график из существующих в это не вписывается. Конечно, были сверхситуации, как во времена блэкаута. Тоже приходилось, в общем-то, работать 24 на 7. Сейчас же я могу сказать, что радиоведущие все на своих местах, поэтому кто-то занимает утреннюю нишу, вот как вы, ребята. Кто-то все-таки у нас на вечерних программах больше трудится. Новостники трудятся, конечно, целый день. А ночные эфиры есть? Потому что как не включишь радиостанцию, там кто-то что-то вещает. И мне всегда был интересен такой график, потому что 24 часа в сутки вещание. И как люди меняются, по сколько часов смены, какие есть трудовые какие-то нормы. Ну, я раскрою несколько секретов. Да, и ведущий эфира, который сидит непосредственно за пультом, он по трудовым правилам не имеет права сидеть там более 4 часов. То есть, в принципе, если вы слышите больше 4 часов один и тот же голос в линейном именно эфире, знайте, что тут что-то не в порядке. Ну, а в целом, вот я имею в виду вечерние, ночные эфиры, некоторые программы могут быть в записи. Действительно, если это ночной эфир, к примеру, на информационном радио, то, ну, редко я могу сказать, что можно позвать гостей ночью в студию, да. Но если же это эфир на развлекательном радио, который у нас тоже в холдинге работает прекрасно, это в основном прямые эфиры, потому что там идут рубрики, в которых можно передать привет, поздравления, заказать песню. Они идут, в принципе, до 12 часов ночи, поэтому это живые люди, которые здесь, на нашей станции, в ночи трудятся. Да, это правда. Так что вот, например, что касается, если больше 4 часов вы видите человека в эфире, то, знаете, он старается для вас, потому что, например, действительно какое-то событие произошло, и просто невозможно не информировать этот момент. Следующий миф. Болтать в микрофон — это просто. Вот если кто-то хочет стать радиоведущим, он думает, наверное, это очень просто. Расскажите, просто нет. Болтать в микрофон очень непросто, особенно попервой. Вот себя вспоминаю, слава богу, мне довелось еще начинать работу на радио, в те времена, когда можно было все сделать в записи. Еще был такой облегченный формат для меня, человека, который никогда не был, в общем-то, в радиосфере. Сейчас же, конечно, влиться в коллектив намного сложнее, потому что в основном все в прямом эфире идет, и ты должен сразу выходить и, во-первых, чувствовать себя уверенно, во-вторых, быть готовым на любую тему говорить, потому что в прямом эфире бывают любые казусы, бывают любые ситуации, которые могут случиться с каждым. Работать на радио и болтать в микрофон, ну, я бы сказал, что все-таки человек должен быть к этому предрасположен. Если просто человек с улицы и, к примеру, никогда не был ни в журналистской сфере, для него это будет чрезвычайно сложно. Но если у человека есть стремление, предрасположенность к этому, то приходите, мы всех научим. А что тебе больше нравится, прямой эфиры или записи? Прямой эфир лучше, конечно. Вот если не учитывать момент какого-то комфорта, конечно, который ты испытываешь в записи, когда у тебя есть шанс исправить свою ошибку, то прямой эфир лучше во всех отношениях, потому что, во-первых, он исключительно мобилизует человека, то есть ты включаешься на полную. А во-вторых, ты можешь сказать все, что угодно, а подводить итоги будешь потом. А что вот для тебя конкретно проще? Вот ты сейчас находишься на телевидении, и тебя все видят и слышат, а на радио только слышат. Что для тебя проще? Потому что некоторым кажется, что на радио лучше, потому что там человека не видно, а некоторым на телевидении проще, потому что если вдруг забыл русский язык, то можно что-то пальцами объяснить, показать как-то на себе. Это вот как раз главная разница между радио и телевидением, это что в радио, к примеру, если брать плюсы, то ты, да, можешь действительно, во-первых, выглядеть, как тебе нравится. Если вот еще буквально взять несколько лет назад, когда у нас не было трансляции прямой на сайт, то можно было и ноги на стол положить. Ну, это я, в принципе, сейчас иронизирую, потому что я такого не делал, точно. Вот. А второй момент, в чем сложнее на радио? Потому что даже вот излагая свою мысль на телевидении, ты можешь в сюжете, либо в какой-то программе подстраховаться картинкой, то есть показать все видеорядом, вот весь момент, который ты объясняешь. На радио тебе придется задействовать все, в общем-то, словесные обороты, которые ты знаешь для того, чтобы донести вот то, что у тебя в голове до слушателя. Причем суть же в том, что радио — это самое фоновое средство связи, которое слушают радиослушатели. То есть редко человек вот садится вечером и включает радио так, чтобы прямо вот сесть перед ним и послушать четко от и до. В основном это либо автомобиль, где ты должен, помимо всего прочего, управлять им и слушать радио, впитывать информацию. Либо это какие-то фоновые моменты в магазине, на рынке и так далее. Поэтому ты должен настолько сжато, настолько, в общем-то, конкретно донести свою мысль, чтобы любой человек, краем уха услышав ее, все понял. Спасибо огромное. К сожалению, режиссер нам сообщает, что пора уже переходить к следующей рубрике. Еще раз с праздником поздравляем всех коллег, передавайте привет обязательно. Друзья, ну а мы продолжаем Крым Онлайн в эфире. Дороги в Крыму живописные, но на некоторых участках качество покрытия оставляют желать лучшего. Сакский район. Яма между поселками Крымский и Низинное стала причиной быстрой и внезапной потери сразу двух колес. В комментариях советуют в таких случаях подавать в суд на ответственных лиц. При этом задаются вопросом, куда смотрят контролирующие органы. В Севастополе горел автомобиль. Со слов очевидцев, неизвестный подошел, разбил окно и бросил что-то в салон. Сразу после этого и началось возгорание. Большинство комментирующих описывают происшествие словом «ужас». Зажегся желтый сигнал светофора? Не пытайтесь проскочить на перекрестке. В конкретно этом случае обошлось без травм. Но могло быть и по-другому. Помните, тише едешь, дальше будешь. Не рискуйте. Современные технологии в строительстве дорог – дело хорошее. Но в Севастополе активисты решили не ждать, когда такие чудо-машины доберутся до их ям во дворах. Такой ремонт своими силами немного улучшает проезд. Остается надеяться, что латки продержатся как можно дольше. Крымчане активно выставляют фотографии с зимними пейзажами. Совсем скоро полуостров покроется плотной зеленью. А пока можно насладиться такими видами. Специалисты комитета ветеринарии в прошлом году распространили почти 170 тысяч доз вакцины против бешенства. Как они делали? Они для животных оставляли какое-то лакомство для мясоедов. И там была вакцина. И как показывают результаты, что это очень неплохая практика, что ее нужно продолжать. Потому что действительно очень много животных съело диких. И надеемся, что бешенство не будет распространяться. Хотя сейчас и нет никакой особой эпидемии. Но на всякий случай перестраховываются для того, чтобы не было никаких неловких ситуаций. Ну, я скажу, эпидемии нет. Но если вдруг обнаружат, например, дикое там леса, обнаружили, что она бешеная, то это сразу карантин. Это большие ограничения, особенно кто занимается животноводством. Поэтому очень серьезная ситуация. И необходимо ее предотвращать в первую очередь. Ну, а все-таки мы считаем, что животные, ну, дикие, естественно, должны быть в лесах. Ну, а собаки? Собаки, они должны быть у людей. Они должны радовать нас. Ну, и вот, например, есть чудесная собака. Ее зовут Амиго. И она ищет семью. Давайте с ней познакомимся. Выберите Амиго. Пес очень позитивный. Он ждет своего человека. Он будет вас любить всем сердцем. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. В Ялте полиция задержала подозреваемое в ложных сообщениях об угрозе безопасности. Житель Ялты звонил 24 января в полицию и говорил, что в разных концах города происходит утечка газа. И потом мужчина угрожал, что он этот газ подожжет, о том, что просто вызовет специальные взрывы. Ну, и в итоге ему угрозит уголовная статья, потому что это заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Казалось бы, да, все думали, что это смешная шутка наверняка. 24 января ему казалось, что надо как-то взбодрить сотрудников МЧС. А теперь, возможно, у него далеко не счастливое будущее из-за того, что он делал именно так. Да, друзья, ну, действительно, шутить так негоже, неправильно. И, что главное, следует за этим наказанием. Поэтому не надо, не надо так делать. Да и пример какой подают, а? Ну, да, я помню, как в школе, когда экзамен какой-то проходит, очень хотелось, да? Кто-то обязательно предлагал какую-нибудь идею, позвонить кому-нибудь и сказать, что школа заменирована. А вдруг экзамены отменят? Нет, но на самом деле, когда это настолько серьезно, да, что лучше такого не делать, потому что теперь это уголовная статья. Да, друзья, ну, а мы продолжаем. Далее наш эфир продолжает сюжет Александра Ткачева о новой программе, которая будет выходить на телеканале «Первый крымский. Голубой континент». Она называется. Подробнее прямо сейчас и узнаем. Известно, что морская пучина изучена менее чем на 10 процентов. Оставшиеся 90 таят массу загадок. И хотя Черное море не самое глубокое и таинственное, но и его воды хранят немало секретов. Сегодня, чтобы прикоснуться к ним, совершенно не обязательно быть новгородским купцом Садко или профессиональным аквалангистом. На Первом Крымском стартует проект «Голубой континент». Сергей Денисов, автор программы «Подобно былинному герою» спускается во владение морского царя с 1981 года и, кажется, о подводном мире знает все. Для того, чтобы пообщаться с маэстро и узнать о тайнах создания подводных сюжетов, наша творческая команда приехала в Новый Свет, где происходили очередные съемки программы. Сергей Юрьевич, расскажите про свой костюм удивительный. Ну, это не удивительный костюм, это как один из аксессуаров того, что должен иметь подводный оператор, который позволяет работать и в осенний период, и на больших глубинах, и, естественно, зимой. Средняя температура Черного моря зимой 4,8, то есть где-то вот в этих пределах можно нырять. А вот этот агрегат, что это такое? Ну, это наш обычный акваланг, который изобрел всеми известный Жак Ивкусто вместе с инженером Эмилем Ганьяном еще в середине 40-х годов. Это автономный дыхательный аппарат на сжатом воздухе. Широко распространено ошибочное мнение, что акваланги заправляют кислородом. Этот газ в чистом виде оказывает токсическое воздействие, поэтому при погружениях с аквалангом используется обычный сжатый воздух. Давление внутри стального баллона не слабое – 200 атмосфер. Через первый редуктор давление снижается до среднего – 10 атмосфер. И далее по шлангам подается еще одно приспособление. Эта штука, которую изобрел Кустон, называется легочный автомат. То есть он автоматически подает воздух нам на вдох на любой глубине. Изменяется глубина, изменяется давление на вдохе. Но мы при этом чувствуем себя комфортно и совершенно автономно. Гидрокостюм, акваланг, маска. Но, как известно, красота кроется в глазах смотрящего. А очами подводного оператора является его камера. Чтобы снять качественно под водой, желательно иметь бокс. Некий по-русски ящик, в который монтируется камера. Бокс позволяет снимать на разных глубинах. Вот эта модель работает до глубины 60 метров. Объектив снабжен специальной сферой, сферическим иллюминатором, который сохраняет широкий угол зрения под водой. Такой иллюминатор, пожалуй, самый главный секрет удачной подводной съемки. Вода, как более плотная оптическая среда, увеличивает предметы почти на 30%. И если угол зрения не будет увеличен, картинка выйдет неконтрастная. Для съемки, допустим, макропланов, этот иллюминатор отстегивается. Вот здесь есть переходное кольцо и ставится плоский, плоское стекло. Но, естественно, под это стекло нужно и менять тогда объектив. Ставить специальный макрообъектив для съемки мелких объектов под водой. Глядя на кадры, выполненные Сергеем Денисовым и его командой, захватывает дух. Однако дайверы-документалисты отмечают факт, что за последние несколько лет подводный мир сильно оскудел. Одной из причин являются тральщики, не только хищнически уничтожающие рыбу, но и разрушающие всю экосистему морского дна. Однако, несмотря ни на что, Черное море все еще прекрасно и способно удивить. В этом убежден любитель дайвинга Александр Владимиров. Черное море, некоторые туристы думают, что здесь смотреть нечего, и красот нету, и рыбок нету. Но это не так. Это программа, которая сейчас на данный момент выходит в эфир. Там, в общем, будет много всего полезного. Будут подводные гроты, старинные якоря, осколки амфор. Подобно Садко, Сергей Денисов выходит из пучины Черного моря. Но вовсе не золотая рыбка в его руках. Он крепко сжимает свой привычный инструмент работы – черный бокс с подводной камерой. А в ней, за системой линз и микросхем, скрытая от глаз обывателя красота Черного моря. Теперь познакомиться с потаенным миром может каждый. Смотрите авторский проект Сергея Денисова «Голубой континент» каждое второе воскресенье в 9.45 на Первом Крымском. Уже хочется плавать там с рыбами, с этими, которые мы только что видели, и которые мы будем смотреть каждую вторую субботу. Вперед, ныряй. Нужно подождать немножко, потому что пока что еще немножко прохладно. Ныряй в телевизионный мир, давай, погружайся. Пока что, да, это, к сожалению, единственная возможность. Но у нас есть сейчас возможность связаться с нашим корреспондентом, который на улице расскажет, как там обстановка. Доброе утро, Целья. Рассказывай, что там интересного тебе. Доброе утро, коллеги. Я сейчас нахожусь в Екатерининском саду, или еще как правильно его называют, Екатерининский сквер. Но здесь, как вы видите, людей пока не так много, а вот машин уже достаточно. Это говорит о том, что город потихоньку просыпается. Но еще хотелось бы сказать о погоде. Сегодня ожидается до 6 градусов тепла. Это будет такой температурный максимум. Но, к счастью, без осадков. Хотя вот синоптики говорят, что, может быть, утром пройдет дождик и будет туман. Но, по моим наблюдениям, дождь уже прошел. Также сегодня не ожидается, что появится солнце. На небе очень облачно. Еще бы хотелось сказать, что до весны остается 16 дней. Это чуть больше двух недель, как вы понимаете. И день уже увеличивается. Его длина составляет 9 часов 39 минут. А заходит солнце уже 18-14. Ну, и еще хотелось бы немного сказать про сегодняшние праздники. Как вы знаете, сегодня отмечают день рождения теле- или кинокамеры. А также сегодня отмечают день подруг и всемирный день радио. С чем я и хотела бы поздравить своих коллег. Потому что сама на радио проработала более 6 лет. И прекрасно знаю, что это за вид деятельности, что это за СМИ. И очень его люблю. Поэтому еще раз поздравляю своих коллег. И надеюсь, что я сегодня была самая первая. Ну, и вам желаю хорошего эфира. До встречи. Спасибо. Конечно, самая первая. Самая первая. После нас. Улицы поздравил. Понимаешь? Мы-то сидим себе в тепленькой студии. У нас все хорошо здесь. Ни дождя, ничего. А вот человек на улице и поздравил уже. И уже знает о том, что совсем скоро будет весна. Через 15 дней это так здорово. Потому что об этом я не задумывалась. А вот если бы с Алечкой, я бы даже не вспомнила. Но сейчас самое время узнать о том, какая же погода будет на градусниках. Спасибо. 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 Между прочим. Спасибо. 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 В такую погоду очень трудно просыпаться, когда все облачно. А вчера был такой прекрасный рассвет. Он был разноцветным и светился просто какими-то фантастическими переливами. А самое главное, посмотри, трафик идет и с той стороны, и с этой равномерно. Это означает, что ну как-то действительно сегодня по-другому. Все действительно по-другому. Так, будем потихоньку переключать камеру. Посмотрим, что у нас, что у нас. Давайте переместимся в город Керчь. Так, попробуем, чтобы у нас все запустилось. В Керчь мы, как обычно, на набережную переместимся или... Парк. Комсомольский парк. Так, что-то... То есть ты специально выбираешь, чтобы все думали, что в Керчи только необходимо гулять и отдыхать. Ну, может быть, это и правильно, но там рабочие будни продолжаются. Так, у нас проблема, насколько я понимаю, пытаюсь подключить. Нет, в Керчь что-то у нас не получается. Ну, давайте тогда набережную городскую Керчи попробуем запустить. Итак, пока у нас еще, друзья мои, сейчас буквально несколько секунд, и я думаю, все получится. Что-то сложно. Керчь, видимо, далековато. И пока еще вот этот бегунок запускается, запускается, запускается. Но никак не хочет. Никак не хочет подсоединиться к камере Керчи. Хорошо. Керчь, не хочешь? Не надо. Давайте перейдем в Евпатории. В Евпатории у нас... Ну... Мне бы хотелось все-таки недалеко от Керчи, не отходя, сказать, что там на железнодорожной части Крымского моста уже устанавливают акустические экраны для защиты окружающей среды от шума поездов. Они будут высотой в три метра. Они сделаны из трехслойной минеральной ваты длиной 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно. Поэтому это очень здорово, что уже сейчас все происходит и совсем скоро наконец-то будет завершение. И я уже жду, когда отправятся поезда и когда передвигаться можно будет при помощи именно этого вида транспорта. Ну, а самое главное, какие будут поезда? Обещают, что в основном это будут двухэтажные, пассажирские. Я думаю, что... Ой, ты представляешь, прокатиться на втором этаже. Все, в Евпаторию переместились. Я тут мечтаю, мечтаю. Евпатория, между прочим, как раз район ЖД вокзала. Ну, достаточно все очень людно. Как-то Евпатория, мне кажется, даже более не спит, нежели Симферополь, если в районе Гресса. Да, Евпатория как-то прям как пчелки, они все сразу... Но в Евпатории прям вообще люди, видимо, проснут. Ну, что ты хочешь? Курортный город. Привыкли все рано вставать, наверное. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Мне очень нравится лимузин, который стоит на вокзале. Лимузин? Как будто бы брошенный. Ну, понимаешь, он готовится как раз к встрече гостей. Возможно, совсем скоро все-таки ЖД-сообщение будет восстановлено. А может быть, кто-то на электричке приехал и решил себе заказать. Ну, а что? Я думаю, что это просто свадьба какая-то решили. Нет, человек просто едет на работу. А может, на маршрутке? А вдруг это свадьба водителя, который там работает? Он решил родные места посетить, и поэтому он там. Но я думаю, что все-таки нам пора путешествовать. Хоть и не на лимузине, но тем не менее они по прекрасным и красивым местам. Да, например, с Ольгой Литвиненко прямо сейчас давайте отправимся в город, герой Севастополь. Что там посмотреть, она уж точно знает. Тихо, солнечно и при этом не жарко – идеальная погода для прогулки по историческим местам Севастополя. Сегодня мы прикоснемся к истории когда-то важной составляющей города – арочному водопроводу. Как ведоку ведет прекрасная извилистая дорога, по бокам которой располагаются высокие деревья. Слева и справа мы можем наблюдать гористую местность. Также здесь изредка проезжают автомобили и гуляют прохожие со своими питомцами. Впереди тоннель под железной дорогой, по нему сбегают ливневые воды. Для этого он и был сооружен больше ста лет назад. Замшевые камни, массивные опоры, изящные арки – сооружение напоминает конструкцию Древнего Рима. Свою ключевую роль акведук сыграл, но сейчас он используется уже не по назначению, а как пешеходная и проездная зона. В 19 веке акведук был частью самотечного водопровода, который подавал воду в доки корабельной бухты. Бассейны – огромные прямоугольные цистерны, вырубленные в избесняке и облицованные гранитом. Корабль пришвартовывался, ворота закрывались, насосы, приводимые в действие паровой машиной, выкачивали воду. Акведук предназначался для подачи пресной воды. Дело в том, что севастопольские бухты прекрасно подходили для базирования кораблей. Но была одна существенная проблема – вода была заражена червями-древоточествами, которые за два года могли полностью уничтожить корабль. Пресная вода спасала это положение, и черви не могли больше жить в этой воде. Но проработал древний водопровод недолго. Во время Крымской войны его частично разрушили. Когда она закончилась, конструкцию восстанавливать не стали. А в 70-х годах большая часть его трассы была уничтожена при строительстве железной дороги в Севастополь. Пострадало сооружение и во время Великой Отечественной войны. Сейчас часть пролетов законсервирована. Ходить и рассматривать здесь действительно страшно, но очень интересно. И хочу заметить, что часть стен, в котором уже более 150 лет, сделаны из лесняка. Вот так кажется, что сейчас тебе что-то и свалится на голову. Арки из красного кирпича, крупные блоки инкерманского камня, заброшенные полуразбитые помещения. Все, что осталось от самой длинной водопроводной системы 19 века в Ушаковой балке. Из 16 пролетов 6 сохранилось полностью. Два частично. Уцелел и фрагмент западной опоры. Справа от Акведука располагаются двухэтажные бытовые постройки. Потолки сделаны из плетенки, а стены обитой фанерой. Мне удалось узнать, что это место раньше отводилось под спасательный пункт. А если подняться вверх железной дороги, над сооружением можно открыть для себя то, на что изначально точно не был настроен, прогуливаясь по старому разбитому водопроводу. Мы преодолели целую полосу препятствий, прошли по грунтовой дороге и вышли на самый верх Акведука, где располагается железная дорога. Каждый день отсюда осуществляется дорожно-транспортное сообщение. Также отсюда открывается прекрасный вид на бухту, о которой мы можем любоваться. Останавливаешься наверху склона, смотришь вниз на зеленую чашу балки, фронтоны и черепичные крыши зданий на море до горизонта. Не пытайтесь этого повторить, потому что, как известно, по железнодорожным путям гулять категорически нельзя. Но я в качестве исключения решила здесь пройти, чтобы показать, что слева от меня располагается современная железная дорога, а справа старая. Возвращаясь обратно, оказываемся под сумрачными сводами тоннеля. Тут вовсю гуляет ветер, пробирает до мурашек по коже. А впереди, как на картинке в полукруглой раме, пронизанная солнцем ушакова балка в роскошном голубом убранстве моря. Новый политический сезон в эфире телеканала «Первый Крымский». Ток-шоу «Вечер лайв» с Александром Макарем. Каждый вторник, среду и четверг в 19.30. Не пропустите! «Первый Крымский» «Первый Крымский» «Первый Крымский» «Первый Крымский» «Первый Крымский» «Культура с Куприяновой» Каждый понедельник в 19.30. Поехали! «Первый Крымский» «Надыкаешь воздуху!» «Показывай!» «Он уже не показывай!» «Я вся стою, это прогноз погоды». «Появился у меня белый ящик». «Дорогой друг, уверен, ты точно так же, как и мы, ждал второго сезона шоу «Уилдам». «Друг, случилось!» «Дождались!» «Воскресенье!» «Вечер!» «Смотри шоу «Уилдам!» Еще раз здравствуйте! Напоминаем, что сегодня 13 февраля и среда. Это очень важная информация. А еще не менее важная информация, то что вы программу смотрите «Утро нового дня». Это телеканал «Первый Крымский» «Крым-24». Мы работаем в прямом эфире на часах. Восемь часов девятнадцать секунд. Уже двадцать двадцать одна пошла. Это означает, что мы пропускаем, мы теряем драгоценные секунды. Срочно, срочно, давайте узнаем, какие новости прямо сейчас. В Симферопольском районе к концу года сдадут в эксплуатацию два пятиэтажных дома и детский сад для представителей реабилитированных народов. Большинство из них с украинских времен жили в тяжелых условиях. На строительство выделили три миллиарда рублей. Когда ожидать новоселья, расскажет Анастасия Кошель. Асан Ситумиров вернулся в Крым в 1989 году. Его отец купил в селе Аркадьевка этот дом постройки 19 века. Вскоре дом пошел трещинами вдоль и поперек, а сейчас буквально разваливается. Вот живем и мучаемся. Ну, каждый год ремонт делал. Это латки, стены, там всякие зверюшки бегают на крыши, типа мангустов, что-то такое разрушают, еще помогают, разбирают дом. Вот такие булыки. 70 сантиметров толщиной стены, а посередине пусто. И в середке всякие эти бегают, ночью даже спать не дают. Мы думаем, развалят этот дом, когда-нибудь накроют этот дом наш. И так сам дом еле держится. Еще эти зверюшки помогают разрушать этот дом. Асан Асманович встал в очередь на жилье еще в украинский период. После воссоединения Крыма с Россией вопрос решился быстро. Квартиру он должен получить уже в следующем году. Вместе с женой Эсмой с нетерпением ждут новоселье. Вот этот дом в поселке Гвардейское – их новое место жительства. Строительство идет полным ходом. В новой пятиэтажке будет 160 квартир. Мы находимся в будущей двушке. Здесь уже провели коммуникацию. Свет – главная особенность квартиры – это шумоизоляционные полы. Будущие соседи будут чувствовать себя свободно в новых жилищах. Рабочие используют современные материалы. Они легче и надежнее. Самый трудный этап уже преодолели. В любом встрече самый сложный этап – это возведение каркаса монолитного. Слава Богу, у нас уже на 95% это все готово. Остался последний штрих. Сейчас идет заполнение полностью всех каркасных сооружений. Последующая отделка – окна, кровли. В микрорайоне Луговое тоже строительство. По этим коридорам в ближайшие месяцы уже побегут маленькие ножки. Новый детский сад – одно из самых необходимых учреждений в районе. Ждет его и местная жительница Севиля, пока своих малышей воспитывает дома. У меня старшему 9, этому 7 будет. И ни разу никто не попал в садик. Надеемся, что вот дочка попадет. В учреждении уже есть все, чтобы принять малышей. Тут 13 групп в каждой – игровые санузлы, современные аппаратуры и мебель. В рамках федеральной целевой программы мы строим детский сад на 260 мест. В ближайшее время основные работы, строительно-монтажные работы прекращены, уже завершены. Сейчас заканчиваем наши недостатки. Также здесь будет еще подкрашена подпорная стена красивыми рисунками граффити для детей. И уже планируется через месяц-два открыть данный детский садик. Уже второй год для реабилитированных народов работает школа номер 44 в микрорайоне Фонтаны. Это был известный долгострой в украинские времена. Она называлась «Школа четырех президентов». Оборудована по последнему слову техники. В этом году она единственная вошла в программу по изучению сразу трех языков – русского, крымско-татарского и английского. Это билингвальная основа обучения. Желающих учиться тут – сотни. Мы проводили день открытых дверей. Предварительно посчитали, что школа обязана принять еще 200 детей примерно. Это еще шесть первоклассов. Конечно, проектная мощность не рассчитана на этот объем. Родители не просто просят, а в письменном виде просят сделать это, это, это. Одно из – расширить школу, достроить здание, собственно, для начальной школы. В 2019 году на строительство для реабилитированных граждан в Крыму выделили почти 3 миллиарда рублей. Большинство объектов уже готовятся к сдаче. Сейчас мы также планируем в этом году уже ряд социально важных объектов уже и в Хошкельды, и в Молодежном, и в городе Симферополе. Каждая позиция держится на контроле комитетом по межнациональным отношениям, потому что за цифрами, камнями и стенами – люди, которые ждут лучшего будущего. Анастасия Кошель, Игорь Пенищук, Новости, 24, Симферопольский район. Наука и жизнь. Севастопольские ученые разработали первый в России интеллектуальный протез искусственного коленного сустава. Суть новшества в том, что механизм может самостоятельно адаптироваться к движениям человека. Анастасия Соснина одной из первых прикоснулась к изобретению и знает детали. Идея интеллектуального протеза появилась у Александра Полякова в 2007 году. Ей заинтересовалась турецкая компания, но сотрудничество не удалось. Работа над проектом продолжалась, и спустя годы мечта Александра осуществилась. Вместе с коллегами он получил грант на сумму 500 тысяч рублей. Результаты разработок смогли реализовать. Изобретать модель мы начали непосредственно с коленного модуля, который вы видите. Он абсолютно биоподобен, в этом его уникальность заключается. Кинематика его движения соответствует человеческой. Уникальность протеза в том, что он подстраивается под движение человека как робот. За 4 месяца ученые сделали не только цифровую модель протеза, но и прототип. Внутри этого прототипа находится механизм, подключив его к базе данных, которые выполнят наподобие подобных модулей и будет осуществляться управление протезом. С помощью этого изобретения люди с ограниченными возможностями смогут преодолевать препятствия, бегать, прыгать, пока у испытательного образца ограниченные функции. Сложность состоит в том, что система управления достаточно продвинутая, где и задачи простого управления двигателями, электродвигателями, и получение информации с сенсорики, и создание некой базы знаний, движения человека. После доработки изобретения его выполнят из нержавеющей стали и титана, пока закупили оборудование для испытаний протеза. Дальше будем делать опытную серию, для того, чтобы уже можно было испытывать эти протезы непосредственно при помощи волонтеров, которые согласятся нам помогать в этой работе. Севастопольским ученым поступило ряд предложений. Ведутся переговоры с одним из коммерческих предприятий города. Производство коленного модуля такого, оно будет более дешевым. То есть это позволит за меньшие деньги сделать более высокотехнологичный протез. Это изобретение также, я думаю, что вполне возможно выйдет и на мировые рынки. По словам ученых, в России ежегодно устанавливают пациентам около 50 тысяч протезов. Из них 200 с частичными функциями движений. Все они закуплены за рубежом. Новое изобретение позволит не только улучшить жизни тысяч людей, но и станет вкладом в отечественное производство. Анастасия Соснина, Сергей Дмитриенко, Новости 24, Севастополь. Продолжение следует... Ну, кажется, на самом деле, если есть проблемы, то, конечно, технологии, они уже шагнули вперед. Главное, цена. Они стоят огромных денег, а так, действительно, качество есть очень хорошее. Расскажу то, что проходит реконструкция Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым. Раньше этот стадион назывался «Локомотив». В Симферополе 194 миллионов рублей. Это первый этап реконструкции. Что делают? Во-первых, поле с натуральным покрытием его реконструируют. Это не просто так, это же очень много разных слоев покрытия, в том числе и делается подогрев этого поля. То есть, действительно, это будет высокотехнологичная такая штука. Еще делают круговые дорожки, легкоатлетический сектор, прыжки, толкание ядра. И главное, освещение поля делают. Но вот еще будет второй этап. В первом этапе я не заметил, чтобы говорили что-то о трибунах. Мы знаем, что стадион у нас с точки зрения трибун не в самом лучшем состоянии находится. Но я думаю, что во втором этапе там уже все это будет предусмотрено. А может быть и крышу сделает стадион, это вообще хорошо. А подогрев поля это для того, чтобы растения, чтобы трава росла даже зимой? То есть, например, в зимний период агропленка все это накрывает. И если идет снег, то есть трава там находится, все хорошо, морозы, ничего не страшно. Крыму, кстати, всегда было очень хорошее поле. Очень хорошее поле, поэтому надеемся, что традиции будут продолжаться. Тем более технологии уже давно шагнули вперед. Ну, в Крыму не только со спортом все и хорошо. А еще очень хорошие постановки, а об этом в ифиши и расскажем. В театре имени Горького премьера на сцене зрителей увидят постановку «Жажда экстрима». Астросоциальный спектакль от драматурга Анатолия Крыма. Главный герой – мэр, который добился неограниченной власти. Но его подчиненных не устраивает такое положение вещей. Поэтому они преподносят ему неожиданный сюрприз – поездку в местную тюрьму. После этого и выясняется, что за безупречная репутация главных героев много криминальных тайн, которые лучше не знать. Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут. Начало в 19.00. На камерной сцене театра имени Горького также в 19.00 комедия «Кавалеры». История о мужчине и женщине, которым суждено быть вместе, но судьба постоянно ставит между ними преграды в виде недоразумений, неловких совпадений и казусов. Надежда на любовь – главный двигатель всего спектакля. Постановка основана на произведении «Стихийное обедствие» и уже собрала много положительных отзывов. В кинотеатрах сегодня вас ожидает новый фильм оригинального греческого режиссера Йорга Салантимаса «Фаворитка». Действие разворачивается в XVIII веке во время войны Англии с Францией. Трон занимает королева Анна, но фактически руководит страной ее близкая подруга Леди Сара. До тех пор, пока на арене не появляется служанка Эбигейл, которая неожиданным образом становится серым кардиналом. Дворцовые интриги, отсутствие моральных принципов и барочная музыка передадут атмосферу этого столетия. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. 7 февраля в кинотеатрах фильм «Как я стал русским». Китайский парень Пен отправляется в Москву. Именно там живет его возлюбленная Ира, как и ее отец, который совсем не намерен отдавать дочь в руки первовстречного. Добрая, слегка романтичная комедийная картина русско-китайского производства отлично подойдет для семейного просмотра. Фильм идет в кинотеатрах в течение всего дня. Кино дело хорошее, но оно в основном как по вечерам, правильно? Необходимо его смотреть. Ну а по утрам необходимо знать, какая же цена на топливо на сегодняшний день. И прямо сейчас об этом. Газ на сегодняшний день в Крыму стоит 28 рублей 19 копеек. Дизельное топливо 51 рубль 27 копеек. 92-й бензин 47 рублей 17 копеек. 95-й бензин 50 рублей 21 копеек. На копейку и 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Не знаю, сколько стоит бензин во Франции, но вот в Париже произошло интересное такое событие. Водитель инкассаторской машины воспользовался тем, что два инкассатора ее покинули и уехал. Уехал себе спокойно на ней и украл, а может быть не украл, просто взял, позаимствовал. Это так теперь называется? 3 миллиона 400 тысяч евро. Ты представляешь, сколько в это рубля? Позаимствовал. Если 1 евро стоит 74 рубля 32 копеек, а вот доллар стоит на сегодняшний день 65 рублей 65 копеек. Вот такой курс на сегодняшний день у нас есть. Ну а кстати, хочется обрадовать сразу всех тех, кто собирается к нам на майские праздники в Крым, потому что сейчас цены подешевели на 8-9%. Провели статистику, но более того, в сегменте к премиум-классу там цены упали еще ниже, там упали на 14%. Будем надеяться, что и на лето также цены будут падать, падать и станет еще доступнее и комфортнее отдых в санаториях, пансионатах и вообще в Крыму. Ну, между прочим, мне кажется, отдыхающие готовы платить любые деньги, лишь бы было хорошо, лишь бы было замечательно, чтобы они понимали, за что они все-таки платят. Ну вот Крым, действительно, полуостров чудесный, много интересных новостей у нас есть, и в частности, что же происходит в интернете, что обсуждают крымчане прямо сейчас об этом. Дороги в Крыму живописные, но на некоторых участках качество покрытия оставляют желать лучшего. Сакский район. Яма между поселками Крымский и Низинное стала причиной быстрой и внезапной потери сразу двух колес. В комментариях советуют в таких случаях подавать в суд на ответственных лиц. При этом задаются вопросом, куда смотрят контролирующие органы. В Севастополе горел автомобиль. Со слов очевидцев, неизвестный подошел, разбил окно и бросил что-то в салон. Сразу после этого и началось возгорание. Большинство комментирующих описывают происшествие словом «ужас». Зажегся желтый сигнал светофора? Не пытайтесь проскочить на перекрестке. В конкретно этом случае обошлось без травм. Но могло быть и по-другому. Помните, тише едешь, дальше будешь. Не рискуйте. Современные технологии в строительстве дорог – дело хорошее. Но в Севастополе активисты решили не ждать, когда такие чудо-машины доберутся до их ям во дворах. Такой ремонт своими силами немного улучшает проезд. Остается надеяться, что латки продержатся как можно дольше. Крымчане активно выставляют фотографии с зимними пейзажами. Совсем скоро полуостров покроется плотной зеленью. А пока можно насладиться такими видами. Теперь самое время связаться с нашим корреспондентом, который уже находится на прямой связи. Доброе утро с Ильей еще раз. Если у нас связь, есть связь. Доброе утро еще раз. Еще раз доброе утро. Ну, Илья уже сказала о погоде, а сейчас хотелось бы сказать и о дорожной ситуации. Но машин уже достаточно много. Еще рано говорить о пробках, но заторы уже есть. Сейчас я нахожусь на улице Ломоносова. Что же меня сюда привело? А привели меня сюда жалобы симферопольцев, которые стали встречаться в социальных сетях. Дело в том, что совсем недавно здесь провели ямочный ремонт. Но вы, как видите, его даже и не видно. Такое ощущение, что делали для галочки. Машинам по-прежнему приходится лавировать между выводными и другим транспортами. И местные жители жалуются, что когда здесь проходит дождь, то ямы становятся таким размером. Такого размера, что здесь может не только человек утонуть, но даже сам автомобиль. Также местные жители рассказывают, что им приходится выстраивать возле дома такие импровизированные ограждения из камней. Потому что некоторые машины, пытаясь объехать ямы, заезжают на тротуар. И тем самым, конечно же, представляют опасность как для пешеходов, так и для местных жителей. И поэтому жители этого района вынуждены поступать таким образом, то есть ограждать свою территорию от других машин. Ну, мы видим, кстати, вот в некоторых местах фрагменты того, что здесь был ремонт. Вот, например, прямо здесь. Но, к сожалению, проблему это не решило. Спасибо. К сожалению, снова-таки, к сожалению, ну давайте, давайте все-таки как-то ремонтировать дороги лучше, поскольку... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Ну, смотришь, да, снег сошел, сошел асфальт и так далее. Возможно, это и было сделано, но действительно были перепады температуры, и просто все это, латки ушли куда-то. Ну, видишь, просто когда все зацветет, когда растения просто буйным цветом кинутся на всю улицу, этого не будет видно, когда снег этого тоже не видно, а вот такое мрачное время, как осень и весна. Хотя весна не мрачная, но все равно она только-только начинает просыпаться, и вот именно этот момент... Они не то, что видят, они чувствуют, во-первых, они чувствуют, когда едут на подвеске, а потом они чувствуют, когда в кошельке вдруг уже нет нескольких тысяч рублей минимум. Подвеску отремонтировать очень дорого, очень дорого. Ну что ж, придется платить за свой комфорт. Дело в том, что я считаю, что автомобиль все-таки это роскошь, поэтому, к сожалению, да, а как вы думали, это роскошь, и поэтому приходится и вкладывать деньги в этот автомобиль. Все-таки в запито автомобилистов, скажу. А что касается пешеходов, когда вот так вот автомобили лавируют, это же небезопасно для них тоже? Потому что нужно отказаться от автомобилей. А вообще без них? Это не экологический вид транспорта, и поэтому я вообще думаю, что на самом деле это должно обходиться дорого водителям, для того, чтобы машины должны стоить очень дорого, для того, чтобы они были безопасными, для того, чтобы не было как раз-таки вреда и окружающим, и самому водителю, чтобы действительно, то есть они были оборудованы всеми средствами безопасности и защиты, а старые автомобили необходимо, чтобы куда-то утилизировались. Они же небезопасны, они ломаются, водители страдают, все страдают, атмосфера страдает. Ну, а продукты там это будем мы на Валах как-то возить, да, я так понимаю, перейдем к этому. Ну, действительно, 21 век, мне кажется, будут хорошие дороги, и все будет. А что, это очень популярное направление, когда люди отправляются в деревню, натуральное хозяйство возвращается к корням истокам, очень радуются, москвичи очень любят такую штучку. Хорошо, ну мы же не москвичи. Кстати, о москвичах. Вот у меня есть интересная новость. Около 40% семей в столице России пользуются 4-6 устройствами для выхода в интернет. И около 10% семей как раз-таки в Москве используют для этих целей более 10 гаджетов. Что это означает? Человек приходит домой, включает, например, у него умный дом, это уже подключение к интернету, после этого он включает смарт-ТВ, это уже подключение к интернету, берет телефон один-второй, после этого ноутбук, и так-так потихоньку дали умные часы и еще какие-то приспособления, и получается, что около 10 гаджетов. И ты представляешь, насколько человек становится интернет-зависимый? Вот если вдруг отключит интернет, что делать? Страдать. Все, мир рухнет. Страдать, страдать и переживать. Ну а сейчас самое время посмотреть следующий сюжет. На торжества в семинарском храме трех святителей в день их памяти традиционно собираются не только педагоги и учащиеся Таврической духовной семинарии. Еще раз прикоснуться к блистательному наследию светильников мудрости, веры и благочестия, так еще называют вселенских учителей, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Анна Златоуста, живших в IV-V веках от Рождества Христова. Очень важно, чтобы семинаристы ощущали эту великую преемственность поколения, ощущали это великое наследие. Потому что семинарии – это не просто учебное заведение, где готовят будущих пастырей православной церкви. Это просветительский духовный центр, который несет свет Христового учения в мир. Возрожденная много лет назад Таврическая духовная семинария в историческом здании распахнула свои двери впервые при святителе Гурии, архиепископе Таврическом, подлинном наследнике трех вселенских учителей. Это люди большой и длинной воли, это люди большого и длинного ума, это люди, которые, вобрав в себя всю античную ученость в свете евангельской правды, преломили своей жизнью священную традицию, и настолько ее преломили, и умножили, и сделали более глубокой, что мы питаемся из незамутненных колодцев и их премудрости по сегодняшний день. Семинаристы поздравили с праздником ректора семинария митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Дорогой владыка, мы видим вашу архипастерскую поддержку, помощь и любовь каждому из нас. И от лица всех учащихся Таврической духовной семинарии хотим пожелать вам, чтобы ваша духовная мудрость, жизненный опыт способствовали внутреннему единству и духовному единству всего общества нашего, чтобы ничто никогда не смогло омрачить вашу светлую и жизнеукрепляющую силу, дабы Таврическая семинария наша стала воистину тем евангельским градом, стоящим наверху горы, от пламени веры, которой выжигались бы новые сердца. Владыка Лазарь был искренне тронут теплыми словами своих воспитанников и векарного епископа Владыки Ялтинского Нестора. Вас благодарю за столь обстоятельный экскурс в прошлое и настоящее. И дай Бог вам жить мудростью церкви Христовой, не болеть. И Бог вам помощи. Прости Господа Владыка. В день семинариста лекций не будет, чему молодые люди, как и всякие студенты, очень рады. В феврале 2016 года компания стартаперов, это людей, которые только-только начинают какое-либо изобретение внедрять, запустила сервис «Найди лицо». И что самое удивительное, что можно теперь найти людей, которых ты встретил случайно на улице, если ты фотографию его просто поместишь в этот поисковик, он постарается найти его в социальных сетях. И это очень здорово, потому что это действительно есть возможность теперь найти человека, который так тебя глубоко поразил, когда ты встретил его случайно на улице. Редакция исследования проверяла на себе, искали свои собственные профили. Действительно, она ходила не только профили в социальных сетях, но еще и даже если вдруг ты есть у кого-то на чужой фотографии, и несмотря на то, что улыбка есть или нет, может быть, как-то повернуто лицо обратно, или какая-то прическа специфическая, все равно находит сервис, действительно работает, и пока что он еще и на безвозмездной основе проверяет свои силы и возможности. И вот появилась еще одна новость, что ВКонтакте подают в суд как раз-таки на этот сервис, потому что говорят, что необходимо соблюдать конфиденциальность, и таким образом можно раскрыть все персональные данные. Ну, друзья, что касается мира интернета, прямо сейчас давайте самое интересное посмотрим. Артем Андроновский нам все подготовил. Ежедневно в мире происходят сотни событий. О самых интересных мы расскажем вам прямо сейчас. Тяжелый труд всегда имеет свои последствия. Один из пользователей сети запечатлил потрясающую воображение картину. На видео пот буквально испаряется с лошади, отдыхающей после тяжелого рабочего дня. Интересно, чем занималось животное. В любом случае, вид у зверя фантастический. Особенно впечатляет пар из ноздрей. Надеемся, скакуну дали отдохнуть. А труды, навыки героев следующего видео вызывают уважение. Команда техобслуживания на пидстопе должна поменять колеса автомобилю как можно быстрее. Но скорость этих ребят просто поражает. На первичное техобслуживание и замену четырех колес у них уходит всего пара секунд. В замедленные съемки этот процесс впечатляет еще больше. Каждый участник действует максимально салаженно, формируя точный, как швейцарские часы, механизм. Гонки гонками, а безопасность на дороге превыше всего. Маленькая авария может привести к большим последствиям. Особенно, если речь идет о большегрузе. Во время маневра пикап врезался в бок грузового автомобиля. Водитель не справился с управлением и многотонную машину вынесло на встречную полосу. А дальше дело за законами физики. В итоге пострадало минимум четыре автомобиля. Будьте бдительнее за рулем. Бдительность и внимание не помешали бы и герою следующего видео. Хотя, возможно, это и вопрос техники. Юный бейсболист тренируется со специальным приспособлением. Казалось бы, все работает исправно. Но в один момент что-то пошло не так. Пользователи сети утешают героя. Мол, страдания – это путь к совершенству. Пожелаем удачи начинающему спортсмену. А вот ловкость полезна не только для спортсменов. Порой умение вовремя отпрыгнуть или сделать шаг назад может спасти вам жизнь. В Иране так и случилось. На видео попали кадры обрушения стены. Причиной обвала послужили некачественные материалы, на которых сэкономил застройщик. К счастью, никто не пострадал. Повредило лишь припаркованный и проезжающий мимо автомобили. Вторую популярность сети получила следующее видео. Никогда не стоит лезть на рожон. Особенно, если перед вами полицейский в специальной экипировке. Но героя этого ролика это совсем не остановило. Молодой человек возмущенно толкнул представителя власти, на что тот, не задумываясь, выстрелил в ответ из травматического оружия. Непонятно, чего хотел добиться бунтарь. Но одно можно сказать точно – ожидания не оправдались. Как видно, герой цел и стоит на ногах. В любом случае, урок получен. Щедрость – это благодетель. Милое и доброе видео напоследок. Четвероногий герой ролика наслаждался своей закуской, в то время как его приятель сидел голодным. Делать нечего, пришлось делиться. Если друг слишком стеснительный, можно и поднадавить. Будьте добрее друг к другу. Это были самые актуальные события из сети. И оставайтесь на связи. Как мы вчера и говорили о том, что в Крыму, к сожалению, сейчас началась какая-то очередная волна заболевания гриппом. И в Симферополе этот процент заболевших людей крайне велик. Но в Севастополе поменьше. Но сегодня мы как раз-таки поговорим именно на эту тему. Доброе утро. У нас в гостях в Охминцев Николай Михайлович, исполняющий обязанности главного врача Центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по медицинской профилактике. Доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте, какова сейчас вообще обстановка в Крыму? Мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями проводится еженедельно. Медицинские организации Министерства здравоохранения Республики Крым подают информацию о Роспотребнадзоре. По данным Роспотребнадзора за последнюю неделю с 4 по 10 февраля текущего года заболеваемость составляет 44,4 на 10 тысяч населения. То есть порог превышен на 15,3%. Предыдущая неделя не превышала эпидемический порог. Но я не скажу, что в Севастополе заболеваемость ниже, чем по Республике Крым. По данным Роспотребнадзор. Я хочу отметить, что по Севастополю заболеваемость выше среди категории населения в возрасте от 4 до 6 лет. Остальные группы населения, ситуация аналогичная. А почему так произошло? Почему сейчас уже в конце зимы началась такая проблема? Обычно рост или подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями это январь-февраль. Вот почему и проводилась кампания по вакцинации в Российской Федерации, включая Республику Крым, с сентября по октябрь прошлого года. Хочу отметить, что вакцинировано по Республике Крым 760 тысяч человек, что составляет 42% от общего количества населения. Но вакцинации подлежали группы риска, то есть больные, страдающие хроническими заболеваниями, это как сердце, сердечно-сосудистые заболевания, патологии со стороны органов дыхания, ослабленные с иммунитетом, и дети, начиная от 3 лет. И, естественно, организованные коллективы, и есть определенные группы, это те же педагоги, те же медицинские работники. Но вакцинация прошла, а эффект от нее есть или нет? А эффект есть. Дело в том, что иммунологическая прослойка после вакцинации должна составлять порядка до 80%. Мы еще этого показателя пока не добились. И основное я хочу отметить следующее, что профилактика острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, она должна проходить не только с сентября, она должна проходить в течение года. А почему в течение года надо проходить? И какой период времени? В любой период времени, вы понимаете, основное, что это здоровый образ жизни, это закаливание, занятие той же физической культурой или спортом, здоровое питание. Вот, кстати, жители Симферополя тоже готовы поделиться своими секретами. Как же не заболеть? Давайте прямо сейчас и посмотрим на это. Во-первых, поменьше быть в общественных местах с детьми, а уединяться тогда не будут. Вот как бы и поближе где-нибудь к морю, как-нибудь вот так. Наверное, врачи должны больше внимания, жалей не уделять. Больше гулять с детьми, больше. Чихать – это первый признак. Кашель, насморк. Сразу надо промывать нос, полоскать. Я не жду, когда они разболеются. Прививку сделать. Мы прививались, еще ни разу не заболели. Ни разу, честно. Свежие прогулки, правильное питание, здоровый сон. Ну, режим для ребенка, я считаю так. Таблетки, пичкать – это не наш метод. У нас иногда врачи приходят, смотрят. Прививки недавно делали. Тут уже надо консультироваться у врача. Кто как считает, кто-то прививается, кто-то нет. Варцевые лампы, чтобы везде были. Которые можно даже в присутствии людей. Вот это обязательно, мне кажется, везде надо. Прививки мы делаем каждый год. Вначале, как только прививки объявляют, в сентябре мы делаем уже несколько лет. И заметили, что мы очень, вообще нормально переносим зиму, без гриппа, без ничего. Даже если что-то бывает, но без всяких таких осложнений. Поэтому советуем всем. Нужно есть имбирь с медом, с лимонами и с апельсинами. Вот гриппом не болеют. Народное только, знаю, лук, чеснок. И надо на воздухе гулять. И хорошее питание. Больше на улице надо бывать, витамины давать. К терапевту сумасшедшей очереди в таких ситуациях обычно. И как бы, ну, чтобы был доступ к терапевту, чтобы было больше специалистов, которые могли бы выходить на дом, чтобы люди не собирались в поликлиниках, друг друга не заражали, ну, заново. Чтобы мамы больных детей не водили. Школа не настолько важна, чтобы больных детей туда запихивать. Я думаю, что, опять же, нормальные, адекватные родители должны ребенка с симптомами простуды оставлять дома. Потому что это честно по отношению к окружающим. И я была бы очень признательна родителям, тем, которые своих больных детей в школу не пускают. Что-то мне подсказывает, что это говорят учителя. Потому что я уже дожила до того возраста, когда мои коллеги, бывшие, говорят о том, что действительно водят больных детей и заражают весь класс. Я готов с вами согласиться по тому, что вы сказали. Но вы обратили внимание, что информированность населения того же города Симферополя порядка 85-90%. Я не согласен с тем, что молодой человек отмечал, что очереди в поликлиниках. При первых признаках простудного заболевания или острове респираторного вируса, инфекции, наоборот, не нужно идти в ту же поликлинику. Необходимо оставаться дома, чтобы этого пациента изолировали, и вызывать врача на дом. То же самое, мама говорила, или бабушка говорила по поводу детей, которые в школу. Если есть признаки, не надо отправлять его в школу. Оставляйте дома. Не будет контакта, не будет цепочки заражения. Потому что воздушно-капельный путь. Там же есть какая-то определенная температура, при которой можно вызывать врача на дом, а если не достигнут этот порог, то стыдно. Нет, такого показателя нет. Это ошибочное ваше мнение, что определенная температура. Если есть признаки острове респираторного вируса, инфекции, как вы говорите, повышение температуры, это не значит, что она 40 должна быть. Она может быть и субфибриленна в пределах 37,2-37,5. Если насморок, гиперемия слизистых покровов, кашель, вызывайте на дом врача. На дом врач это не скорая помощь, да? Это не скорая помощь. Это в поликлинику звонить по месту жительства? Да, это в поликлинику. Ваш участковый врач или семейный врач, он обязан обслужить на дому. А какие еще есть средства? Вот мы слышали, что молодой человек советовал есть лук, чеснок. Насколько они работают? Ну, это народные средства, так называемые фитонциды. Они позволяют не проникать вирусу через слизистые оболочки. Но это правда? Они работают? Я не могу сказать, что они работают 100%, но в какой-то мере, да. То есть они помогают, насколько я понимаю. У нас остается немного времени. Скажите, вот сейчас действительно такая ситуация не самая простая. Что человеку? Как ему не заразиться? Как действовать? Не посещать общественные места с большим скоплением людей. Принимать меры предосторожности именно для себя. Вот тот же масочный режим почему вводится? Это мера предосторожности не от того, чтобы для больного, который уже заразился, он уже поражен вирусом, а именно для того человека, который пока еще здоров. Вот такая, в принципе, ситуация на сегодняшний день. И, естественно, еще раз повторюсь, появляются признаки. Оставайтесь дома, вызывайте врача на дом. Ну, вот такие вот советы, действительно, я думаю, они и действенные. В первую очередь, спасибо огромное за то, что вы пришли к нам в гости в этот утренний час. Ну, а наш эфир продолжается. Прямо сейчас давайте посмотрим прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Никакая погода не спасет компанию Mars 1, который собирался в 2020 году отправить людей на Mars и снять из этого передачу, сделать это реалити-шоу. Но, к сожалению, компания, или к счастью, компания признана банкротом, не подтвердились их все обещания. Очень много людей... Надо сказать, к счастью... Нет, к сожалению, для тех людей, которые бы полетели... Которые хотели полететь. Не, к сожалению, для человечества, но к счастью, для тех людей. Вот так, наверное, будет точнее. Согласна. Ну, а, кстати, что самое удивительное, что действительно уже находились те люди, хотя слоган компании говорил о том, что, то есть, есть возможность такого варианта, что это будет билет с одним концом. И как это все будет происходить, непонятно. Ну, тем не менее, я думаю, смельчаки находились, потому что, во-первых, мы понимаем, что эти имена были бы вписаны в историю мировую, и сказали бы... И кто-то, да, там говорил, а вот мой дедушка сейчас там на Марсе, вот давайте поговорим по видеосвязи. Представляешь, насколько это почетно? Люди... Тщеславие, может быть, хотели. По видеосвязи я предлагаю поговорить с нашим корреспондентом, который, я надеюсь, уже с нами на прямой связи. Нет, мы поговорим с ним немного позже, а сейчас мы передаем слово Александру Ткачеву, который нам расскажет о новом проекте, который будет запущен на телеканале «Первый крымский голубой континент», таково его название. Подробнее Ткачев Александр нам сейчас расскажет. Не поминайте лихом! Известно, что морская пучина изучена менее чем на 10%. Оставшиеся 90% таят массу загадок. И хотя Черное море не самое глубокое и таинственное, но и его воды хранят немало секретов. Сегодня, чтобы прикоснуться к ним, совершенно не обязательно быть новгородским купцом Садко или профессиональным аквалангистом. На Первом Крымском стартует проект «Голубой континент». Сергей Денисов, автор программы «Подобно былинному герою» спускается во владение морского царя с 1981 года и, кажется, о подводном мире знает все. Для того, чтобы пообщаться с маэстро и узнать о тайнах создания подводных сюжетов, наша творческая команда приехала в Новый Свет, где происходили очередные съемки программы. Сергей Юрьевич, расскажите про свой костюм «Удивительный». Ну, это не удивительный костюм, это как один из аксессуаров того, что должен иметь подводный оператор, который позволяет работать и в осенний период, и на больших глубинах, и, естественно, зимой. По средней температуре Черного моря зимой 4-8, то есть где-то вот в этих пределах можно нырять. А вот этот агрегат, что это такое? Ну, это наш обычный акваланг, который изобрел всеми известный Жак Ивкусто вместе с инженером Эмилем Ганьяном еще в середине 40-х годов. Это автономный дыхательный аппарат на сжатом воздухе. Широко распространено ошибочное мнение, что акваланги заправляют кислородом. Этот газ в чистом виде оказывает токсическое воздействие, поэтому при погружениях с аквалангом используется обычный сжатый воздух. Давление внутри стального баллона не слабое – 200 атмосфер. Через первый редуктор давление снижается до среднего – 10 атмосфер. И далее по шлангам подается еще одно приспособление. Эта штука, которую изобрел Кустон, называется легочный автомат. То есть он автоматически подает воздух нам на вдох на любой глубине. Изменяется глубина, изменяется давление на вдохе. Но мы при этом чувствуем себя комфортно и совершенно автономно. Гидрокостюм, акваланг, маска. Но, как известно, красота кроется в глазах смотрящего, а очами подводного оператора является его камера. Чтобы снять качественно под водой, желательно иметь бокс, некий по-русски ящик, в который монтируется камера. Бокс позволяет снимать на разных глубинах. Вот эта модель работает до глубины 60 метров. Объектив снабжен специальной сферой, сферическим иллюминатором, который сохраняет широкий угол зрения под водой. Такой иллюминатор, пожалуй, самый главный секрет удачной подводной съемки. Вода, как более плотная оптическая среда, увеличивает предметы почти на 30%. И если угол зрения не будет увеличен, картинка выйдет неконтрастная. Для съемки, допустим, макропланов этот иллюминатор отстегивается. Вот здесь есть переходное кольцо и ставится плоский, плоское стекло. Но, естественно, под это стекло нужно и менять тогда объектив. Ставить специальный макрообъектив для съемки мелких объектов под водой. Глядя на кадры, выполненные Сергеем Денисовым и его командой, захватывает дух. Однако дайверы-документалисты отмечают факт, что за последние несколько лет подводный мир сильно оскудел. Одной из причин являются тральщики, не только хищнически уничтожающие рыбу, но и разрушающие всю экосистему морского дна. Однако, несмотря ни на что, Черное море все еще прекрасно и способно удивить. В этом убежден любитель дайвинга Александр Владимиров. Черное море, некоторые туристы думают, что здесь смотреть нечего, и красот нету, и рыбок нету. Но это не так. Это программа, которая сейчас на данный момент выходит в эфир. Там, в общем, будет много всего полезного. Будут подводные гроты, старинные якоря, осколки амфор. Подобно Садко, Сергей Денисов выходит из пучины Черного моря. Но вовсе не золотая рыбка в его руках. Он крепко сжимает свой привычный инструмент работы. Черный бокс с подводной камерой. А в ней, за системой линз и микросхем, скрытая от глаз обывателя красота Черного моря. Теперь познакомиться с потаенным миром может каждый. Смотрите авторский проект Сергея Денисова «Голубой континент» каждое второе воскресенье в 9.45 на Первом Крымском. А теперь хочется рассказать о минутке доброты. В Краснодаре мужчина арендовал целый трамвай за 50 тысяч рублей, чтобы возить бесплатно на нем пассажиров. «Я просто хотел, чтобы все улыбались», — говорит мужчина. Но руководство пошло ему навстречу, только договорилось с ним, что ему необходимо будет все-таки повесить в трамвае предупредительные надписи. Люди очень долго не верили, что им не нужно платить за проезд. Поэтому мужчине пришлось самому выйти из-за руля трамвая, пройтись по салону, объяснить, что происходит. И только после этого, в течение дня, люди, наверное, действительно радовались, потому что очень интересный и необычный повод, действительно, когда мужчина вдруг резко решил повозить людей бесплатно. Ну, это интересно. Но, между прочим, для того, чтобы дарить счастье, даже нет необходимости, чтобы в вашем кармане было 50 тысяч рублей. Просто, просто будьте добрыми. Просто улыбайтесь прохожему и просто, если захотите, обнимите. Пусть это как странно не будет происходить, я не знаю, идешь, иди, вдруг внезапно тебя кто-то обнял. Ну, друзья, только предупредите обязательно человека, что вы хотите это сделать. Я не буду тебя обнимать. Да, да, да. Ну, я не знаю, все-таки это немножко тоже странно. Лучше знакомых людей обнимать, потому что на улице эти объятия как-то, наверное, могут вызвать у кого-то какие-то подозрения. Нет, нет, я не иду обнимать тебя. Я сейчас, я готов, я готов просто рассказать. Хочу через тебя пройти, я проб как раз. Хорошо, хорошо. Ох, Алиса, Алиса. Итак, друзья мои, расскажу о том, какая же дорожная ситуация на данный момент в Симферополе. Начнем с этого города. Итак, во-первых, хочу заметить в том, что, в принципе, никаких ДТП не показано. Это уже радует. Вчера в это время несколько было, и движение было затрудненное. Итак, улица Воровского. Начнем с этой улицы бордового цвета она. И это означает, что движение, в принципе, традиционное для этого времени. Там неблагоприятное, я бы так сказал. Но, тем не менее, я думаю, знают, что люди необходимо заранее выезжать, для того, чтобы на работу все-таки не опоздать. Проспект Победы возле площади Куйбышева. Все достаточно непросто. Красные цвета преобладают. И со стороны Московского кольца тоже желтые цвета. Я думаю, что проехать достаточно сложно в это время. В принципе, все логично. Все, в основном, сейчас в центр едут, поскольку с окраин необходимо добраться до места работы. Давайте переместимся ближе к центральному рынку. Вот площадь Амедхана Султана, она была реконструирована. Дорога там полностью обновленной асфальт. И мы видим, что зеленый цвет там в основном. Ну, а ближе к перекрестку, вот Севастопольская и улицы Козлова, между прочим, многие поворачивать начинают. Вот если двигаться, да, с улицы Козлова, некоторые до сих пор поворачивают на Севастопольскую. А там висит знак, что делать этого нельзя. И, возможно, именно из-за этого и возникают пробки у нас. Друзья, давайте все-таки соблюдать правила дорожного движения. Пока не штрафуют, там еще выносят предупреждение, поскольку так положено. Но совсем скоро, мне кажется, эта ситуация уже обязательно будет исправлена. И еще переместимся к новенькой дороге Леватки-Дубки. Она у нас зеленого цвета. И вот улица Севастопольская, как раз таки, где строится еще развязка с примыканием этой дороги. Там немного красный цвет есть, но ничего страшного. Я думаю, совсем скоро все уже будет сделано. И мы будем щеголять по этим новеньким дорожкам. Итак, потихоньку перемещаемся в славный город-герой Севастополь. В Севастополе традиционно меньше пробок. По крайней мере... Ой, что-то у нас вообще их не показывает. Нет, уже стало показывать. Итак, вот красный цвет я вижу на проспекте. Генерала Острякова есть. И перекресток улица Олега Кашевого. Между прочим, вчера там было ДТП, сегодня уже все хорошо. Возможно, пасмурная погода. Вчера солнце слепило водителей. И с этим как-то была какая-то неблагоприятная обстановка, в том числе ДТП было. В Ялте у нас все хорошо. Немного красного цвета есть. Снова-таки вчера было ДТП, сегодня все отлично. Перемещаемся в сторону Керчи. Там у нас все замечательно. И Крымский мост. Зеленый цвет, друзья. Можем ездить в любом направлении. Все для вас, все открыто. Ну что, Алиса, ты готова к обнимашкам? Я готова для того, чтобы услышать, что же нам расскажет наш корреспондент, который должен к нам выйти на связь. Я его ожидала очень давно. Я хотела видеть его еще до этого. Но, наконец-то, он готов мне ответить, что же там происходит на улице. Доброе утро, Сылья. Доброе утро, Крым. И еще немного скажу о погоде. Сегодня ожидается до 6 градусов тепла, без осадков. Но на солнце надеяться не стоит, потому что на улице, на небе облачно, хотя уже начинает проясняться. И сейчас, наверное, как вы догадались, я нахожусь в троллейбусе. Дело в том, что совершенно недавно Симферобольцы начали жаловаться на грязный общественный транспорт. Доходило до того, что из-за заляпанных окон не было видно своей остановки. Я решила воочию в этом убедиться. И по моим наблюдениям, окна достаточно чистые. Я узнала у водителей. Оказывается, троллейбусы моют каждый вечер, поэтому горожане могут спать, а вернее ездить по городу, по троллейбусу спокойно. Но скажите, пожалуйста, вас устраивает чистота троллейбуса? Вас устраивает? Вот, как видим, горожан устраивает чистота нашего общественного транспорта. Студия. Спасибо. Я думаю, что все-таки речь, наверное, жаловались не на троллейбусы, потому что они действительно у нас новенькие, красивые. А есть действительно старые ржавые маршрутки, которые скрипят, и действительно страшно в них заходить. И вот там действительно возникают вопросы, пользуются ли уборкой водителей, и кто это делает, и когда это делали в последний раз. Хорошо, что сейчас больше и больше закупают автобусов для общественного транспорта автобусов и троллейбусов, и они в хорошем состоянии находятся, и в них приятно ездить. А летом обещают, что там еще и будут работать кондиционеры, что в нашу жару крымскую очень пригодится. Да, очень пригодится. Для чего в первую очередь взялись? Для обнимашек, конечно. Все, никак не успокоишься. Да я просто решил лишь продолжить тему. Друзья, ну все, пора перемещаться нам из улиц Симферополя в Севастополь. Ольга Литвиненко подготовила сюжет. Давайте его и посмотрим. Тихо, солнечно и при этом не жарко. Идеальная погода для прогулки по историческим местам Севастополя. Сегодня мы прикоснемся к истории когда-то важной составляющей города – арочному водопроводу. Как ведоку ведет прекрасная извилистая дорога, по бокам которой располагаются высокие деревья. Слева и справа мы можем наблюдать гористую местность. Также здесь изредка проезжают автомобили и гуляют прохожие со своими питомцами. Впереди тоннель под железной дорогой. По нему сбегают ливневые воды. Для этого он и был сооружен больше ста лет назад. Замшевые камни, массивные опоры, изящные арки – сооружение напоминает конструкцию Древнего Рима. Свою ключевую роль акведук сыграл, но сейчас он используется уже не по назначению, а как пешеходная и проездная зона. В 19 веке акведук был частью самотечного водопровода, который подавал воду в доки корабельной бухты. Бассейны – огромные прямоугольные цистерны, вырубленные в избесняке и облицованные гранитом. Корабль пришвартовывался, ворота закрывались, насосы, приводимые в действие паровой машиной, выкачивали воду. А акведук предназначался для подачи пресной воды. Дело в том, что севастопольские бухты прекрасно подходили для базирования кораблей. Но была одна существенная проблема – вода была заражена червями-древоточествами, которые за два года могли полностью уничтожить корабль. Пресная вода спасала это положение, и черви не могли больше жить в этой воде. Но проработал Древний водопровод недолго. Во время Крымской войны его частично разрушили. Когда она закончилась, конструкцию восстанавливать не стали, а в 70-х годах большая часть его трассы была уничтожена при строительстве железной дороги в Севастополь. Пострадало сооружение и во время Великой Отечественной войны. Сейчас часть пролетов законсервирована. Ходить и рассматривать здесь действительно страшно, но очень интересно. И хочу заметить, что часть стен, в котором уже более 150 лет, сделаны из лесняка. Вот так кажется, что сейчас тебе что-то и свалится на голову. Арки из красного кирпича, крупные блоки инкерманского камня, заброшенные полуразбитые помещения. Все, что осталось от самой длинной водопроводной системы 19 века в Ушаковой балке. Из 16 пролетов 6 сохранилось полностью. Два частично. Уцелел и фрагмент западной опоры. Справа от Акведука располагаются двухэтажные бытовые постройки. Потолки сделаны из плетенки, а стены обитой фанерой. Мне удалось узнать, что это место раньше отводилось под спасательный пункт. А если подняться вверх железной дороги над сооружением, можно открыть для себя то, на что изначально точно не был настроен, прогуливаясь по старому разбитому водопроводу. Мы преодолели целую полосу препятствий, прошли по грунтовой дороге и вышли на самый верх Акведука, где располагается железная дорога. Каждый день отсюда осуществляется дорожно-транспортное сообщение. Также отсюда открывается прекрасный вид на бухту, о которой мы можем любоваться. Останавливаешься наверху склона, смотришь вниз на зеленую чашу балки, фронтоны и черепичные крыши зданий, на море до горизонта. Не пытайтесь этого повторить, потому что, как известно, по железнодорожным путям гулять категорически нельзя. Но я в качестве исключения решила здесь пройти, чтобы показать, что слева от меня располагается современная железная дорога, а справа старая. Возвращаясь обратно, оказываемся под сумрачными сводами тоннеля. Тут вовсю гуляет ветер, пробирает до мурашек по коже. А впереди, как на картинке в полукруглой раме, пронизанная солнцем ушакова балка в роскошном голубом убранстве моря. Клуб Шико. Настоящий друг и советник для всех, кто не представляет свою жизнь без животных. Каждую субботу в утреннем эфире на Первом Крымском. Тот начальник стада пришел. Конь-огонь. Можно мне подержать овечку? Да, Наташа пришла. А ну-ка сюда улыбочку. Смотрите на телеканале Первый Крымский в субботу в 8.30 проект «Деревенское счастье». Ну, мне так понравилось, если честно. Милые ведь такие. А теперь самое время, наверное, все-таки поговорить о более насущных делах, например. Ну, давайте переместимся, да, тихонько в новостейную студию. Надеемся, что у нас уже есть связь с Гульнарой. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Гуль, мы хотим напомнить, что сегодня празднуют свой праздник люди, которые причастны к радио. И мы, наверное, не будем у тебя ничего спрашивать. Мы просто хотим передать тебе слово для того, чтобы ты имела возможность поздравить их. Да, спасибо. Имей такую возможность. Поздравляю с днем радио и хочу пожелать частоты счастливых в мегагерц и радиоволн большой удачи. Пусть каждый день будет полон только хороших новостей, интересных фактов и замечательных песен. Пусть любимое радио дарит не только хорошее настроение, но и массу идей, вдохновений и оптимистичных нот бодрости. А у меня еще есть короткий вопрос. Вот если бы тебя спросили, радио или телевидение, несмотря на то, что сегодня день радио, что бы ты выбрала? Провокационный вопрос. И радио, и телевидение. Не могу ни без одного, ни без другого. Ну согласен, тем более у нас огромная телерадиокомпания, у нас три радиостанции, два телеканала, и все мы вместе живем дружно и друг друга поддерживаем и помогаем. Спасибо огромное. В 9 часов выпуск новостей. Обязательно все смотрите. Гульнара, готовьтесь. Спасибо большое. Всего доброго. Ну что же, друзья. А мы начинаем потихонечку с вами прощаться, потому что сегодня мы, к сожалению, всех уже поздравили, все вам рассказали. Частью поздравили. Все, что могли, о чем могли, о том вас и предупредили. Ну а теперь пора прощаться. Да, всем до свидания. Звоните в студию радио, радио наших обязательно. И поздравляйте. Я думаю, диджеем будет очень, очень это приятно. А нам очень приятно было встречать это утро с вами. Пока-пока. Всем до свидания. Пока-пока.